Здравствуйте, меня зовут Наталья Швец, и я менеджер по жилищному кредитованию. Сегодня с вами мы поговорим о возможностях самофинансирования. У нас пойдет примерно где-то минут 40, максимум час, и после нашего семинара вы можете задать мне вопросы, на которые я постараюсь вам ответить. Если вы посмотрите семинар потом, после записи, то есть мы его будем записывать, также в фейсбуке на страничке ЛХВ, и в ютубе также можно будет посмотреть семинар. Вы можете также потом задавать вопросы, задать нам, написать или позвонить менеджеру по жилищному кредитованию, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Итак, начнем. Как выглядит процесс покупки жилья? Наверное, начнем с этого. Сначала, для того, чтобы вообще начать покупку подходящего для вас жилья, конечно же, сначала мы с вами ищем квартиру, ту, которая понравится вам. То есть, в каком районе, может быть, вы уже для себя определились, эта квартира находится, или, может быть, это дом, находится ли она в центре города или за городом, может быть, либо в каком-либо районе. После того, как вы нашли подходящее себе жилье, вы подаете ходатайство на страничке ЛХВ, и менеджер присылает вам первоначальное предложение в течение 24 часов. То есть, если прислали, подали ходатайство в течение 24 часов, вам придет первое предложение. После того, как вам пришло первое предложение, и вы согласны на эти условия, которые вам сделали, вы должны будете предоставить документы менеджеру, то есть распечатки банков, оценочные акты. Если вы предприниматель, то надо будет предоставить баланс и отчет о прибыли. После того, как все документы будут поданы менеджеру, менеджер идет к кредитному комитету и подтверждает первое предложение, которое было вам послано, у кредитного комитета и высылает вам решение кредитного комитета. После того, как решение было вам послано, вы ознакомитесь с ними, и тогда можете связаться, связывайтесь с менеджером, и уже с менеджером более точно обговаривайте все условия кредитного договора. Также вы, если все вас устраивает, вы также с менеджером можете уже заключить кредитный договор, то есть вы заключаете кредитный договор и идете к нотариусу. После нотариальной сделки, конечно же, надо сделать страховку на квартиру и оплатить все нотариальные издержки. И первый взнос продавцу, конечно, нотариальные сделки надо платить на нотариальный депозит. И когда вы становитесь владельцем, тогда владельцем квартиры дома вы начинаете с следующего месяца платить свой платеж по кредиту. У банка есть свои правила, я здесь точно сейчас расскажу вам. То есть банк не просто там какие-то правила для получения, предоставления жилищного кредита дает, но также банк должен следить за тремя основными правилами для предоставления жилищного кредита. То есть это правило также дает банк Эстонии всем банкам, которые находятся в эстонском государстве. Самое главное правило это ставка финансирования до 85% или до 90% с поручительством кредокс. То есть банк не может финансировать покупку дома или квартиры стопроцентность. То есть допустим, если ваша квартира стоит 200 тысяч, банк никак не может финансировать также 200 тысяч евро. То есть минимальное ваше финансирование должно быть 10 или 15%. То есть 10% это с кредоксом, поручительство кредокс, и без кредокса 85% минимум. Второе правило это общая сумма финансовых обязательств физического лица не может быть больше, чем 50% от суммы вашего дохода. И третье правило срок погашения жилищного кредита до 30 лет. То есть максимальный период кредита может быть 30 лет. И начнем тогда с самофинансированием при покупке недвижимости. Что вообще значит самофинансирование? Самофинансирование это сумма денег, которой должен располагать заявитель. То есть у вас должно быть свое финансирование в денежном эквиваленте. То есть как я повторюсь, как я вам рассказала уже, что 100% финансирования стоимости купли-продажи имущества ни один банк в Эстонии предложить, к сожалению, не может. Уменьшить сумму самофинансирования можно предоставить дополнительный залог или поручительство кредокс. Минимальная ставка самофинансирования это 15%, но при наличии поручительства кредокс не меньше 10%. И если у вас имеется дополнительный залог, то самофинансирование может быть ноль. То есть если вы покупаете квартиру, у вас дополнительный залог имеется, тогда самофинансирование не надо. И точная сумма самофинансирования зависит от приобретаемого имущества. При покупке новой квартиры требования к самофинансированию составляют где-то 15%. В то время как для старой недвижимости, то есть второй фонд это панельные дома или... Второй фонд это уже более такие, как не старые квартиры, но которые были построены до 90-го года, допустим, до 2000-го. То есть здесь надо самофинансирование где-то 20-25-30%. И конечно же от ликвидности недвижимости и где находится эта недвижимость, квартира или дом. То есть она находится в Харьема или где-нибудь в Лянема, может в других районах Эстонии. Также требования зависят от состояния и типа квартиры. И если это ремонтированная и в хорошем состоянии квартира, то банк может также финансировать... То есть ваше финансирование может быть где-то 20-15%. Также требования по самофинансированию может быть выше, если платежноспособность не позволяет предоставить кредит в желаемой сумме. Итак, начнем. Что вообще такое самофинансирование и какое оно должно быть? Самофинансирование должно быть денежным, как я уже сказала. Это не может быть машина, гараж, какое-то движимое имущество. Это также может быть подарок от родителям. То есть на опыте скажу, что очень много ходатайз, где, допустим, семье дарят подарок на свадьбу деньгами. И это тоже идет как самофинансирование. То есть молодая семья откладывает денежные подарки и потом, покупая квартиру, такое вот у них преимущество, что у них есть уже отложенные деньги, как подарок или любое какое-нибудь деньги. То есть это может быть также подарок от родителей. Самофинансирование, конечно же, не может быть взято в кредит. То есть любые кредиты, малые кредиты, рассрочки, не может быть взято в кредит. Также происхождение должно быть, конечно же, известно банку. То есть если вы указали в ходатайстве, что у вас свое финансирование 10, 20, 30 процентов, неважно, сколько вашего финансирования, всегда мы должны знать, откуда, то есть мы должны знать происхождение этих средств. Накопление, опять же, подарок от родителей, может быть, продажа недвижимости или продажа машины. Все это идет нам, то есть нам надо знать именно, откуда получили ваше финансирование. И это не только спрашивает банк, то есть не только мы уточняем менеджера по жилищному кредиту, но и, конечно же, в нотариальном бюро у вас обязательно нотариус спросит, откуда у вас первоначальный взнос, то есть ваше финансирование. И ваше финансирование должно быть внесено непосредственно в момент совершения сделки купли-продажи. Есть такое, что, допустим, вам понравилась квартира, и продавец предлагает вам забронировать ее, и чтобы вы внесли какую-то бронировочную оплату. Это может быть 500 евро, это может быть 1000 евро, 2000 евро. Бронировочная оплата также входит в ваше финансирование. То есть в самофинансирование бронировка квартиры, она, конечно же, входит. Но также, когда вы подаете ходатайство, мы все равно уточняем всегда, если вы заплатили бронировку и на какие средства, то есть откуда ваше финансирование. Конечно же, мы, как банк, советуем вам оплачивать бронировку квартиры не наличными, а все-таки перечислением продавцу или, конечно же, на депозитный счет нотариуса. То есть всегда ваше финансирование перед нотариальной сделкой надо будет перевести на нотариальный депозит. То есть где-то за 2-3 дня до нотариальной сделки это просто идеально. В указании вы пишете покупаемую квартиру, получатель тогда получается нотариальное бюро, нотариус, и переводите ваше финансирование именно на счет нотариуса, на депозитный счет нотариуса. И, конечно, мы советуем никогда не вносить в само финансирование, если вы не получили подтверждение от банка, что вы получаете кредит. То есть у вас есть на руках кредитное предложение, окончательное кредитное предложение от кредитного комитета. То есть менеджер по жилищному кредиту вам высылает письмо, где написано решение кредитного комитета. И тогда, конечно, мы уже советуем бронировать эту квартиру, вносить какую-то, может, бронировку и действовать дальше. До этого мы не советуем, конечно, пока у вас нет на руках кредитного предложения, делать какие-либо бронировочные суммы, платить продавцу. Также обратите внимание, что если вы планируете приобрести квартиру в новостройке, то к первому взносу добавятся расходы на обустройство квартиры. То есть мебель на кухню, любую либо мебель, которая вам нужна будет в квартире. А также учтите, что деньги потребуются также на оплату комиссии за оформление договора в ЛХВ банке, начиная от 300 евро примерно, натуральные услуги и также другие на других делах производства. И на этом слайде вы увидите, какие виды самофинансирования могут быть. То есть, как мы уже ранее говорили, что это денежный взнос, привлечение поручительства кредекс и дополнительный залог. Конечно же, сначала надо составить бюджет, какова сумма вашего финансирования. Также надо учитывать, какие первоначальные затраты, как я говорила, за нотариальную сделку, за кредитный договор и другие какие-то затраты все равно пойдут. На нашей страничке ЛХВ, жилищный кредит, вы можете посмотреть, у нас очень хороший калькулятор есть, а также планирование дома. То есть, посмотрите обязательно, зайдите, на русском языке у нас очень много и хорошей информации, полезной. Привлечение поручительства кредекс. Поручительство кредекс по жилищному кредиту предназначено для людей, желающих взять кредит на приобретение первого нового жилья или уже на реновацию, и при этом уменьшить свое обязательство по первоначальному взносу. Поручительство по жилищным кредитам кредекс существует на рынке уже несколько десятилетий и направлено на поддержку приобретения жилья. Поручительство кредекс, по сути, означает в ситуации, когда заемщики больше не в состоянии выплачивать кредит, и тогда кредекс берет на себя обязательства по выплате кредита. Объем поручительства говорится в договоре поручительства. То есть, вам на самом деле самим с кредексом не надо связываться, никаких договоров отдельно с кредексом, именно вот общаться с ними не надо, это делаем за вас мы, то есть, мы работаем с ними, мы также составляем кредитные договора, и просто в день подписания кредитного договора вы увидите банковский договор и договор кредекса. То есть, отдельный договор будет, но отдельно вам именно общаться с кредексом не надо, это делаем за вас мы, то есть, у нас работа с кредексом уже несколько десятилетий. Поручительство кредекс дает возможность получить кредит с 10-процентным самофинансированием, то есть, самое минимальное ваше финансирование – это 10%. Есть целевая группа для многодетных семей, где в семье больше трех детей, то самофинансирование составляет от 5%. При наличии самофинансирования в размере не менее 10%, дополнительный залог, конечно же, не требуется. То есть, также вы не можете использовать дополнительный залог и кредекс в одном кредитном договоре. То есть, мы с вами должны будем выбрать, что мы с вами используем, мы будем использовать или поручительство кредекс, или дополнительный залог. В одном кредитном договоре не могут быть два залога, то есть, и кредекс, и дополнительный залог. Кредекс гарантирует, но не выплачивает часть самофинансирования. То есть сам кредекс идет просто как гарант, выплачивает кредитную сумму именно банк. То есть кредекс предоставляет гарантию по кредиту до тех пор, пока основная сумма кредита не будет уменьшена или погашена на сумму гарантии. То есть если гарантийная сумма кредекса 10%, допустим, 10% ваших, 10% кредекса, и остальное 80% финансирует банк, 10% кредекс, когда будет погашена гарантийная сумма, тогда автоматически этот договор заканчивается. Также привлечение по учительству кредекса доступно при покупке и реновации энергоэффективного жилья для молодых семей, многодетных семей, специалистов в возрасте до 35 лет и ветеранов Сил обороны или Союза обороны. И обратите, конечно, внимание, что сумма поручительства кредекс не может быть больше, чем 24% от стоимости обеспечения кредита, но не более 20 000 евро. Для целевой группы покупателей энергоэффективного жилья или инициаторов энергоэффективной реконструкции жилья кредекса сумма может быть до 50 000 евро. То есть если группа специалистов, молодые семьи, ветераны до 20 000, а энергоэффективное жилье до 50 000, здесь уже сумма большая, сумма гарантийная сумма кредекса больше. И за предоставление гарантии кредекс взимает комиссию 3% от гарантийной суммы. И приведем пример. Если желающий получить кредит хочет приобрести квартиру стоимости 100 000 евро, то самофинансирование должно составлять не менее 15 000 или 15 000 евро. И максимальная сумма кредита, которую может предоставить банк, составляет 85 000 евро. Включить в кредитный договор поручительство кредекс покупатель жилья должен будет нести 10% или 10 000 евро. И банк готов будет предоставить сумму кредита в размере 90 000 евро. Однако, если квартиру стоимость 100 000 планируется приобрести в семье, воспитывающей не менее 3 детей в возрасте до 19 лет, кредекс предлагает еще более льготное поручительство. Как я вам говорила, это 5% самофинансирования, то есть 5 000 евро. И тогда банк выдаст кредит на сумму 95 000 евро, где гарантия кредекса тоже где-то будет 10-15% в зависимости от жилья. И также подробно расскажу вам о целевых группах поручительства кредекс. Это молодой специалист, это с высшим образованием или специальное образование до 35 лет. Молодая семья с детьми до 16 лет. И также покупатель энергоэффективного жилья или инициатор энергоэффективной реконструкции жилья. Многодетная семья, где в семье больше, чем трое деток. И ветеран Силы обороны и Союза обороны Эстонии. По крайней мере, один из заемщиков должен принадлежать к целевой группе. И быть также владельцем и пользователем жилья. Например, если молодой специалист, это человек в возрасте до 35 лет, как я вам говорила, получивший образование и прошедший испытательный срок на рабочем месте. В молодой семье считаются также родители до 35 лет, воспитывающие не менее одного ребенка в возрасте до 16 лет. Или родители в возрасте до 40 лет, воспитывающие не менее двоих детей в возрасте 16 лет. Также, если вы приобрели имущество с помощью гарантии кредекса, ни в коем случае нельзя его сдавать в аренду. Сумма кредекса должна быть обязательно возвращена, если у вас есть в планах сдавать ту квартиру, которую вы купили с поручительством кредекса. И обращение за поручительством через банк, как я вам говорила, что напрямую вы не общаетесь с кредексом, а общаемся мы. Вы подписываете, и мы обсуждаем с вами условия кредекса при подписании кредитного договора. И чтобы воспользоваться поручительством кредекса, сначала надо убедиться, подходите ли вы, принадлежите ли вы к этой какой-либо целевой группе. На страничке кредекс.е вы также можете посмотреть эту информацию и прочитать про жилищные кредиты и гарантии жилищных кредитов с помощью кредекса. Приведем примеры, это самые легкие примеры, в основном договоры, если молодая семья берет, или может быть только что кто-то закончил учиться, университет в высшем образовании, пошел на работу, у кого закончен испытательный срок. Вот такой легкий пример. Допустим, если покупается однокомнатная квартира за 100 тысяч евро, необходимое самофинансирование для приобретения недвижимости это 20%, то есть 20 тысяч евро. 80 тысяч финансирует банк и 20 тысяч является вашим финансированием. Но если у вас нет 20% вашего финансирования и вы желаете воспользоваться гарантией кредекса и вы подходите под любую группу, которую я выше рассказывала, то ваше финансирование может быть до 10%. То есть это 10 тысяч евро. Остальные 10 тысяч евро идет гарантия кредекс и финансирование банка получается 90%. Также, как я говорила, комиссия кредекс это 3% от гарантийной суммы, то есть в данном случае это 300 евро. И плата за оформление договора минимально 300 евро. Приведем немножко другой пример, уже более сложный. 250 тысяч жилья, цена жилья и необходимое самофинансирование это 20% или 50 тысяч евро. В данном случае здесь не идет, как пример, энергоэффективное жилье. То есть получается, вам ваше финансирование надо 30 тысяч евро, потому что сумма поручительства кредекс, максимальная сумма это 20 тысяч евро. Как я повторюсь, с энергоэффективным жильем это 50 тысяч, на другие группы 20 тысяч. И получается, кредекс покрывает необходимые 25 тысяч евро и собственное финансирование не менее 10%, то есть 25 тысяч. И все вместе кредит может быть на 225 тысяч. Но так как сумма кредекса, опять же, не может быть больше 20 тысяч евро, вам надо будет увеличить ваше финансирование. То есть сумма кредита 220 тысяч евро, поручительство кредекс 20 тысяч евро и комиссия за договор кредекс 600 и 300 евро за кредитный договор. Поговорим о дополнительном залоге. Что это, кому оно может принадлежать и вообще как используется в банке дополнительный залог. Уменьшить сумму самофинансирования можно, предоставив дополнительный залог. Обычно в качестве дополнительного залога подходит принадлежащая заявительную недвижимость, то есть квартира, которая принадлежит именно ходатаю или соходатаю, если это семья, которая вместе берет кредит. Дополнительный залог не подходит, если на нем уже есть кредит в другом банке. То есть получается, мы не можем взять дополнительный залог, если в любом другом банке есть имеющийся кредит. Мы можем рефинансировать тот кредит и перенести, допустим, оставшийся кредит в наш банк и акцептировать дополнительный залог. Но если не хочется, допустим, переносить кредит, тогда, к сожалению, дополнительный залог, у которого уже есть кредит, нам не подходит. И это, опять же, такие правила. Также пригодность дополнительного залога зависит от его рыночной стоимости, местоположения и состояния, то есть в каком состоянии находится квартира. Нуждаются ли квартиры в ремонте или, может быть, это реновированная квартира. Залог также должен предоставлять собой пригодную к страхованию жилую недвижимость. И все документы в дополнительном залоге, которые должны быть, конечно же, в порядке. То есть все документы мы проверяем. Если все в порядке, тогда дополнительный залог нам подходит. Допустим, разрешение на эксплуатацию или еще какие-либо документы были сделаны, ремонт, что-то было перенесено, обязательно должно быть разрешение. И то есть документы все должны быть в порядке. Для молодого соискателя кредита мы также можем рассмотреть возможность привлечения дополнительного залога, принадлежащего родителям. То есть если это молодая семья или студенты, которые только что закончили учиться и нашли работу, уже испытательный срок прошел и не успел, к сожалению, накопить свое финансирование, то мы можем также использовать дополнительный залог в квартиру родительной. Но это только совсем, которые действительно только что закончили учиться и вступили на работу. Тогда мы можем рассмотреть данный вариант, чтобы взять квартиру в залог родителей. Но не подходит залог тот, тех родителей, кто родители уже на пенсии, пенсионного возраста. Также мы смотрим, чтобы не было недвижимость, которая будет в залоге, не будет постоянным местом проживания владельца. То есть если, допустим, у родителя или есть еще либо какая-то квартира, тогда мы можем акцептировать дополнительный залог. И дополнительный залог не освобождает автоматически от договора. Дополнительный залог не увеличивает также сумму потенциального кредита по отношению к доходу, а покрывает денежное самофинансирование. Если доход позволяет получить кредит в 100% от стоимости покупки. Здесь приведу пример. Допустим, если у вас сумма кредита максимально вам дали, то есть вы можете обслуживать сумму кредита не больше, чем 100 тысяч евро. Если даже ваши залоги будут стоить 200, 300, 400 тысяч, то все равно мы не можем сумму дать больше, чем 100 тысяч евро. То есть сами эти залоги не будут обслуживать ваш кредит. Ваш кредит обслуживает ваша зарплата, ваши доходы. То есть, опять же, повторюсь, если максимальная сумма 100 тысяч кредита, дом у вас, вы, который даете дополнительный залог, родительскую квартиру, она будет стоить, допустим, 500 тысяч евро. Нет, это не важно. Важно то, что вы не сможете больше 100 тысяч евро обслуживать свой кредит. И дополнительный залог не обслуживает ваш кредит. Если дополнительный залог принадлежит вашим родителям, это означает то, что они должны также быть готовы обслуживать ваши кредиты, если у заявителя возникают трудности с погашением. То есть банки связываются не только с теми, кто имеет кредит и не платит его, но также с собственниками дополнительного залога. То есть на данный момент это родители. При наличии подходящего дополнительного залога можно запрашивать кредит без самофинансирования. Как правило, сумма кредита может составлять до 50% от рыночной стоимости дополнительного залога. Приведем пример. Если вы хотите приобрести квартиру по цене 100 тысяч евро, вам необходимо иметь не менее 15 тысяч евро самофинансирования. То есть максимальная сумма кредита под залог приобретемой недвижимости составит 85 тысяч евро. Если у вас нет эти 15 тысяч евро для оплаты самофинансирования, мы можем использовать дополнительный залог. Если в качестве дополнительного залога выступают квартиры рыночной стоимостью, допустим, 60 тысяч евро, и предполагается, что банк предоставит кредит в размере 50% от ее рыночной стоимости, то возможная сумма кредита составит до 30 тысяч евро. И таким образом максимальная сумма кредита под залогом в этом случае составит 85 тысяч плюс 30 тысяч, это будет 115 тысяч евро. Это если в том случае, если вы можете обслуживать эту сумму кредита, то есть кредитоспособность вашего кредита, вы сможете именно обслуживать эту сумму. Коммерческие помещения, незастроенные земельные участки, движимое имущество, автомобили, гаражи, поручительства и финансовые инструменты, инвестиции не могут быть использованы в качестве залога при получении кредита. И проведем тоже, здесь еще один пример, допустим, если цена жилья 120 тысяч евро, вам необходимо ваше финансирование 20% или 24 тысячи евро. Сумма кредита 120 тысяч, то есть вы хотите полностью получить сумму кредита от стоимости жилья, то есть 100%. И дополнительный залог 24 тысячи евро требуется дополнительный залог минимальной рыночной стоимости 48 тысяч. То есть на дополнительный залог также банки требуют оценочный акт, как и на новую покупку квартиры. То есть если вы покупаете жилье и у вас также есть дополнительный залог, понадобится два оценочных акта. Как на покупаемую квартиру, так и на дополнительный залог. И затраты на оценку, оформление ипотеки и страхование дополнительного залога также идут на дополнительные расходы. И плата за оформление кредитного договора. Какие могут быть накопления самофинансирования? То есть есть уже клиенты, допустим, которые учатся в университетах и работают, допустим, на полставки или на полную ставку, а учатся на вечернем. Тогда уже некоторые откладывают, зная, что в будущем после окончания университета захотят купить свое жилье, то уже на какое-то определенное время начинают откладывать на накопительный счет или просто откладывать ваше финансирование. То есть некоторые студенты уезжают работать за рубеж или не только студенты, но и люди, которые хотят просто накопить на свое финансирование, уезжают работать за границу, копят определенную сумму, те же 10%, 15% и возвращаются и покупают свое жилье. То есть здесь мы числили, что полтора года работы за рубежом можно накопить примерно 15 тысяч евро. Также есть счет роста Волховой банки, то есть 85 евро в неделю на счет роста. Если вы откладываете, то 340 евро в месяц вы уже отложили, и это три средние зарплаты за год. Также мы всегда советуем от зарплаты откладывать 10-15 до 30, если есть возможность процента от своей зарплаты, опять же, или на накопительный счет, или куда-нибудь под счет, чтобы у вас была уже, вы выработали привычку копить деньги, ну как будет эта привычка оплачивать кредит. То есть вы уже себя дисциплинировали на какое-либо накопление, какой-либо суммы. 10% от зарплаты это тоже достаточно хорошая сумма, особенно на сегодняшний день. И, как я говорила, в Волховой есть счет роста, возможность начать с небольших сумм, то есть даже по 1 евро. Минимальный взнос, конечно, это маленькая сумма, но можно, допустим, детям сделать, начинать копить 1 евро, и потом увеличить эту сумму до 5 евро, 10 евро, у кого какая есть возможность. Позитивно то, что счет роста это регулярное инвестирование и не является обязательством. То есть вы можете сегодня откладывать, если какие-то трудности возникнут, приостановить, допустим, накопление. Также удобно инвестировать с помощью платежного поручения, то есть автоматически с вашего счета будет входить та сумма, которую вы сами желаете инвестировать. Микроинвестирование дает также возможность незаметно наращивать свой инвестиционный портфель и автоматически инвестируя при каждом платеже дебетной новой карточки до 1 евро на свой счет роста. Также вы сами ничего не должны куда-то эти деньги класть. Это операция с ценами бумаги, которые осуществляют за вас, то есть инвестиция проходит за вас. То есть вы сами ничего не должны куда-то выбирать что-то, то есть это автоматически идет. И также деньги инвестируются каждую среду в соответствии с составом выбранного вами портфеля. Вы можете выбрать до 10 фондов или акций или ценных бумаг в своем портфеле и установить их удельный вес. В дополнение к фондам в портфель могут быть отобраны популярные акции США. Фейсбук, Амазон, Эппл, как любые акции, в которых вы может быть все-таки верите. И низкая стоимость обслуживания. Комиссия за транзакцию это 1%, комиссия за управление 0,02% и в месяц это минимум 0,50%. И при использовании накопленных денег в качестве самофинансирования по жилищному кредиту ЛХВ комиссия за продажу не взимается. То есть если вы накопили определенную сумму на счету роста и желаете эти деньги внести как ваше финансирование, комиссию ЛХВ банк тогда возвращает. То есть никакой комиссии вы не платите. И в течение первого года комиссия за управление не взимается с лиц моложе 26 лет. И небольшие обязательства всегда лучше, чем крупные. Но всегда надо, конечно, думать, продумать, какое жилье мы хотим для себя. То есть если это семья из двух человек, то будет ли разумно покупать пятикомнатную квартиру? То есть потому что надо думать, какие будут коммунальные платежи в этой квартире. То есть здесь надо просто продумать, если да, действительно семья будет планироваться, она будет большой, может быть равномерно. Но будет сначала купить двух-трехкомнатную квартиру и потом позже поменять. Всегда же можно увеличить жилищный кредит. То есть или погасить продать имеющую двух-трехкомнатную квартиру и купить трех-четырех-пятикомнатную квартиру. Расходы на содержание жилья, особенно зимой, они возрастают. И надо, конечно, всегда рассчитывать на это. То есть летом одни коммунальные платежи, зимой это уже другие. Мы всегда можем проконсультировать вас и помочь получить кредит в покупке разумной суммы. То есть вы всегда можете подать ходатайство и спросить, какую максимальную кредитную сумму вы можете, или какую сумму вы хотели, за какую сумму вы хотите купить квартиру. То есть вы, что от вас требуется, это просто подать ходатайство, позвонить менеджеру. Менеджер также сделает вам первое предложение, вы введите контакты, данные, и уже можете задавать любые вопросы, что касаемо жилищного кредита. Также после погашения жилищного кредита вы должны иметь возможность продолжать откладывать 10% от дохода. И в будущем, если у вас будет такая возможность. То есть мы всегда советуем, может быть случится что-то непредвиденное. Надо, допустим, будет сделать где-то ремонт, или, может быть, вы захотите новый телевизор, новый холодильник, чтобы у вас всегда были накопления, мы всегда советуем вам после получения кредита также хотя бы 10% откладывать после того, как у вас погашен жилищный кредитный договор. И здесь я, как всегда, расскажу про преимущества жилищного кредита в ЛХВ банке. Как я вам и говорила, что первое предложение после вашего ходатайства вы получаете в течение 24 часов. То есть менеджер по кредиту, если даже не посылает вам первое предложение, то мы обязательно свяжемся с вами и зададим какие-либо вопросы, что касаемо жилищного кредита, этого ходатайства именно, что почему менеджер не смог сделать вам первое предложение, может быть, какие-то данные были неислены, неточно, то мы обязательно свяжемся с вами, и в течение 24 часов мы сделаем вам первое предложение. То есть мы всегда выйдем с вами на связь. Досрочное в том числе и частичное погашение кредита, это всегда в ЛХВ банке бесплатно. Есть клиенты, которые возвращают один раз в год по 3000-4000 евро. Не надо ждать три месяца, никаких штрафов не взнимается. То есть вы просто пишете своему менеджеру или на e-mail коду line собачка lhv.ie, что желаю частично вернуть кредит, в какой сумме и какого числа желаете выполнить этот платеж. Вам высылается новый график после внесения суммы. Конечно же сумма кредита уменьшается, получается новый платеж у вас будет меньше, и вам вышлют новый график как в интернет-банк, так и по e-mail. Мы предоставляем платежный отпуск до 12 месяцев, до достижения ребенка в возрасте трех лет. То есть если мама хочет побольше побыть с малышом дома, то есть возможность рассказать о платежном отпуске. Также если вы, допустим, строите дом или покупаете новые квартиры, мы не требуем промежуточный оценочный акт, или мы не требуем акт тогда, когда будет готова ваша квартира. Ну, приведу пример, допустим, квартира будет готова через год, и вам нужен оценочный акт предоставить сегодня при заключении кредитного договора, то есть до заключения кредитного договора. Оценочный акт делается на квартиру, которую вы покупаете, но туда ставится сумма именно та, которая будет, рыночная стоимость, которая будет, когда квартира будет готова. То есть маклера делают такие оценки, оценщики делают такие оценки, что даже если ваша квартира не готова, оценочный акт возможно сделать. Это очень такой вопрос, когда всегда говорят, как я закажу оценочный акт, когда дом еще или квартира не готова. То есть оценщики приходят на место, делают фотографии и ставят рыночную стоимость ту, которая показывает, сколько будет стоить, если квартира будет готова. Также на строительство дома, если мы с вами строим дом, и имеется несколько выплат кредита. То есть, допустим, дом стоит 500 тысяч, и вы хотите получить от банка 300 тысяч, банк не выдает сразу 300 тысяч, а выплачивает кредитную сумму этапами. Ну, допустим, 300 тысяч можно разбить на три этапа, по 100 тысяч, да, 100, 100, 100. Вы не должны будете предоставлять оценочный акт на этих этапах выплат. То есть здесь мы тоже экономим с вами, потому что оценочный акт на дом, они очень дорогие, это 500-600 евро, скорее всего. Поэтому здесь преимущество того, что мы требуем оценочный акт сразу, и где стоимость дома, допустим, сегодняшняя рыночная цена, и рыночная цена, когда дом будет готов. И банк с наилучшим качеством обслуживания, а также у нас есть платежи без комиссии и самые выгодные повседневные банковские услуги. И эстонский банк, который основан на эстонском капитале. Спасибо вам огромное, что были с нами, что слушаете нас. Нам очень приятно всегда отвечать на ваши вопросы. И я желаю вам замечательной, теплой, красивой осени.